Вот сейчас я думаю, что надо перечитать вершины произведения великой русской литературы, начиная от слова о полку Юрия. У меня тут целая концепция, связанная с этим, к чему она сводится, что литература все-таки у нас форма народного самосознания. Это безусловно. В вершинных произведениях, конечно, начиная от слова о полку, Пушкин, Лермонтов и так далее. Форма народного сознания литература. Но так складывалась наша народная и государственная судьба, что литература подчас не входила в общественное сознание. Почему? То, начиная с середины XIX века, эти революционные демократы, начиная от этого, значит, отрицающие, в конце концов, отрицающие, конечно, литературу, оскопляющие ее, этот извечный спор Пушкин, Чаадаев, Белинский, Гоголь, и вплоть до сегодняшнего дня он идет в неизменности. А потом мешала эта идеология. А потом господствующая идеология, когда материалистическое мышление было поощряемое. И тоже нам не удалось прочитать те вещи, как они создавались. А без христианского понимания мира ни Пушкина, ни Лермонтова, ни уж тем более слов о полку, ну, просто непонятно. Потому что это совсем другая сфера. То есть, ведь все эти прагматические люди, они ведь думали, что литература, культура, культура, она решает вопросы жизни. Она решает вопросы жизни. На самом деле, культура их никогда не решает. И литература тем более. Она только занята душой человеческой. И только в этом, в этой мере, насколько она остается культурой, литературой, и только в этой мере она влияет на реальную жизнь. Но не наоборот. А позитивисты, люди, так сказать, материцитских воззрений, они считают, что это вот... Вот. И, к сожалению, сейчас вот то, что мы переживаем сегодня, я так и называю, конечно, это удивительное, немыслимое, и казалось невозможное, когда литература, по сути, вытесняется из общественного сознания, изгоняется из образования, на основании чего мы хотим строить новую Россию. На основании... Это же там вся идеология. Вот идеология, вот идеология. В одной строчке великого Гоголя вся идеология. И этот путь есть сама Россия. Гоголь и Блок в страшное своё время революционное повторяет это, цитирует Гоголь. Это путь есть сама Россия. И пишет накануне разрушения России в 15-м году. Ни что-нибудь, а выпускает звоники, стихи России. Кто же ему простит такое дело? Уже всё сделано, Россия пойдёт революционно, что же вы делаете? А он... Стихи России в 15-м году. И великие поэты вот у Блока особенно... Особенно, значит, эта песня входит. Как он всё время... Вот это же... Опять как воды золотые, трестёртых треплются. «Россия, нищая Россия, мне песни... Россия, нищая Россия, мне песни... Что-то твои... Твои песни ветровые, как слёзы первой любви». Песня постоянно звенит. Вплоть до несныния в последний очерк. За Шахматово там у деревни Гудина пели мужики, косили. И Григорий, этот невзрачный мужчин, как Хребунов какой-то, Григорий. И вдруг у него такой голос. Я никогда не думал, что у него такой голос. Это Блок уже перед смертью вспоминает Шахматова. И вспоминается ему народная песня. Что там, от деревни Гудина, это рядом Шахматово, от деревни Гудина мужики косили сено, траву косили на сено и пели песню. И вдруг ни с того ни с сего запели песню. Вот наступит ли время, когда ни с того ни с сего запоют люди песню или нет? Но надо верить, что как-то наступит. Ну как же оно... Ну то, что сейчас непростительное насилие совершается. Я как-то увидел, значит, тут несколько лет назад в подъезде у нас распространяли, что смотрю Гарри Поттер. Ну я ж из любопытства смотрю, тираж миллион двести тысяч. Миллион двести тысяч. И у нас книжный рынок, что ли? Или что? А в последнее время классика, смотрю, есть, да, очень хорошее издание есть. Вот в Аршане у нас тут магазин ходил, смотрю. Какой тираж? Ну Пушкин пять тысяч в лучшем случае. Ну а Гарри Поттер, ты миллион двести тысяч. Это же духовное насилие над детьми, над нашими, над нами. Вот. Поэтому, значит, сейчас главное оружие, конечно, железное надо укреплять. И хорошо, что оно сейчас, слава Богу, у нас вроде бы укрепляется. Но оружие железное будет бесполезно, если мы не будем укреплять свой дух, размышлять, где мы находимся в этом мире, кто мы, где мы находимся в этом мире. И каждое поколение эту проблему решает заново и по-своему. И никто не знает, как надо. Вот. Сейчас мы чувствуем, конечно, всей шкурой. Уже голова пухнет за все эти годы. Вот. В принципе, это понятно, что происходит. А как оно... Ну вот какая идеология должна быть? Ну вот определить Россию, как своеобразную цивилизацию между Востоком и Западом, это раз. Что она есть? Вот. Одно. А если говорить о каких-то мировых задачах, никакое мессианство. Мы в мессианство впадали уже. Вот. Здесь другое должно быть. Должна быть провозглашена главная идея. Уж коль человек в этой цивилизации падает и даже уничтожается, то мы, может, единственная цивилизация, которая может сказать, а мы спасем человека. Мы спасем его духовную сущность. Все люди, знаете, в мире. Только Россия может спасти человека, иначе он выродится. И тогда будет общая гибель. Возможно это? Возможно. Очень даже просто. Вот. Потому что мы же видим, что с человеком что-то происходит. Ведь вот эти нелогичные, абсолютно немотивированные, с провалами какими-то, даже на уровне политическом, межгосударственном, не говоря уже, так сказать, о личном, что с людьми невозможно стало говорить. Как только это, так скандал какой-то. Потому что человек, он же скандалит не потому, что есть причина. Нет. Человек устроен очень сложно. И вот это надо изначально, это все, сейчас, может, и наступило время, и Ветхий Завет читать, Библию читать, конечно. Потому что мы же должны знать, что зло-то в мире неустранимо. Господь ведь не только оставляет Каина, он ее защищает печатью. Знамением печатью защищает. Когда Каин пришел к нему, говорит, меня же убьют. Он же по себе судит, он же брата убил. Так он брата убил без причины. Вот говорят, как, а какая причина? Позитивист скажет, из-за зависти или еще чего-то. Вот из-за материальных. Нет. У него нет другой формы проявления себя. Поэтому и человек, попавший, вот сегодняшний, попавший в эту, так сказать, мутную воду нестабильности, он бунтует не потому, что есть для этой причины, а потому, что вот это, о себе таком уже так сказать. Кстати, это же заложено чем? Когда же эти все наши революционеры говорили, душа моя страданиями человеческими или народными уязвлена стала? Да нет. Насколько, это риторика, насколько она уязвлена, мы не знаем. А то, что это единственный способ для него был обличение, нигилизм, единственный способ для самоутверждения, это очевидно. Это все из поколения в поколение, и когда видишь, что сегодня то же самое, уже в ужас приходишь, а мы же пережили это все. В каждом поколении должно созидаться эта духовная субстанция вокруг человека и с человеком внутри и снаружи заново. Для этого должна вся пропагандистская машина информационная, а у нас вся эстрада шоу-бизнес. Ну как же так? Ну как же, это же недопустимо, это преступление перед народом. И оно же потом придется за это рассчитываться, потому что за каждое слово неправды придется давать ответ в день страшного суда. Культура у нас заполнена иноверными представлениями, к сожалению, это очевидно, это внешняя духовная агрессия. Вот. Поэтому моя задача сейчас самая главная и последняя книжка у меня об этом, это прочитать вершины произведения великой русской литературы. Поэтому вот в Звоннице год 70-летия мне удалось выпустить трагические судьбы русских писателей Лермонтов, Цветаева, Фадеева, Блок, Крупцов, Белов, Шолохова, Кузнецов. Вот. И вот у Юрия Поликарповича последний очерк «На руинах великих идей». Я хочу составить, сейчас составил книжку «На руинах великих идей», то есть, как продолжается традиция, а главное в том, что литература у нас, вершины произведения, оказались непрочитанными. В силу вот этих обстоятельств, о которых я говорю, оказались непрочитанными. Она продолжается, вот Кузнецов теперь видно, что это не просто один из поэтов, это великий поэт, уже можно об этом сказать. И когда читаешь, ты совершенно чувствуешь, что это совсем другая сфера, и не только, что он предсказывает, так сказать. Значит, вот здесь я почему под заголовок дал предсказание Юрия Кузнецова. Когда пылал собор Парижской Богоматери, то вспомнили, конечно, Николая Гумилёва о Франции, о Франции, о Франции. А я вспомнил Юрия Поликарпировича Кузнецова, написанная за 40 лет до этого, за 40 лет до этого, для того, кто по-прежнему молод. Я во сне напоил лошадей, мы поскачем во Францию в город на руину великих идей. Ты помнишь это стихотворение, да? Ну вот, вот это для меня главное. Конечно, традиция в тех формах, в каких она бытовала, нет. Ну вот, если произойдет поворот к народному самосознанию, к народной культуре, то хотя бы вот этот аспект, ну вот мы были молодыми даже здесь, в Москве, у нас во всех этих домах культуры, Екатерина Васильевна даже ходила, были коллективы, собирались средних лет и молодые люди, пели, это было обставлено очень хорошо и красиво. Есть оно сегодня? Не уверен, наверное, нет, и не эпидемия тут виновата. А на эпидемию я откликнулся статьей новой трехины. Фёдор Михайлович Достоевский предсказал её за 150 лет в эпилоге преступления и наказания и назвал её новой трехиной. Тем самым Достоевский уже тогда сказал, что это главным образом не медицинская проблема, а духовная, социальная, ну и, конечно, медицинская, куда же от этого денешься. Это же очевидно, что это существует, никуда не денешься. Вот такая традиция. Не с кем стало говорить о литературе, вот чё беда. И тут вот для меня не возраст даже, я думаю, виноват. Я-то так как раз, понимаешь, Юш, понимаешь, вот у меня-то как раз вот критики обычно созревают поздно, там набирается чего-то, и у меня так, чем дальше с возрастом, тем возникают какие-то такие аспекты, о которых и не думал, а сил уже для воплощения не всегда хватает. Значит, после рождественские размышления написал. Вот такой аспект интересный. Главный редактор «Новой газеты» улыбается, смеётся, говорит, ну, конечно, если Пётр Иванович не то, что там великих критикует, там, лихоносого Захарченко. Он толкует Господнюю молитву. Вот такое у меня размышление по-середжески. «Отче наш, Иже Иси, и остав нам долги наши, яко мы оставляем должников наших». А о каких долгах идёт речь? О каких долгах? Непонятно. Но дело в том, что Господня молитва, Отче наш, это же та молитва, которую научал Христос учеников, и она приведена в Евангелиях. Она приведена в Евангелиях. Вот в Евангелии от Луки видоизменённая, не так, как классическая. Вот от Матфея. В канонической. Вот остави нам долги наши, какие долги, мы не знаем. А вот от Луки читаешь, и оставь нам грехи наши, яко мы оставляем грешников наших. В Евангелии от Матфея она тоже приводится, но там долги наши. Но последующие стихи говорят, что не о долгах речь, а о грехах речь. Остави нам долги наши. Я нисколько не сомневаюсь, что эта молитва правильна, не моё дело. И просто я как аналитик, критик, вот просто размышляю, приглашаю к этому размышлению. Ну, если мир стоит, мир ухнул, то значит и наши предки тысячу лет жили, и Бог слышал их нужды, то значит молитва правильная. Молитва правильная. А то мне могут упрекнуть, то ух ты своим едким умом, значит, покусился на что, на святое уже. Нет, я просто привожу, потому что этими вопросами надо задаваться. А вот скажите, вот в вашей станице хоть кто-нибудь поёт для себя на лавочке? Нет, я такого не встречаю уже давно. Уже давно. Даже вот ровесники мои, ну, те, которых я знаю, ну, даже вот молодшие, те, скажем, у меня там родня есть помоложе, да, и с кем общаются. Нет, уже такого нет, а потом сейчас меняется и состав населения. Вот у меня появились молодые люди рядом с моим домом, Женя и Катя с мальчишками, вот, маленькими. Значит, они убежали с Кузнецка, где была трагедия Вишня, сгорел этот. Ну, это вообще грязный город. Вот, вот они молодые приехали. Вот, у меня полгектара земли. Я говорю, этот, Женя, хочешь, распахивай, чтобы у меня бурьяны росли. Он говорит, не этот, он занялся скотом. Вот, говорит, этот сейчас звонит, говорит, Петр Иванович, я тут немножко распахал, а этот, я говорю, ну, пусть там прикалывает скотину, пусть пасется там, обычно быков там ставит на этот. Вот приехали молодые люди. Я им подписал книжку, дал, чтобы на познание Кубани, на познание Кубани. Они приехали совсем с другой среды, с другой среды, вот это, с третьим сентом свете, рассказы из кубанской жизни. А напротив живет тетя Нина Бутенко. Значит, это на моих глазах все было. Дядя Юра уже покойный, ее муж Бутенко, это наш станичник, в поколениях тут. И вот мы напротив живем. Они были молодые, у них первый телевизор появился, мы ходили через улицу телевизор смотреть первый. Понимаешь? Это на моей жизни. Она совсем другой культуры. И вот она теперь за 85, вот где-то 85, она и балака, и все, значит, уже давно такая. Она перенят. Вот, понимаешь, когда культура существует, бытовая, и те элементы, которые приходят, если они не поглощают, конечно, в каком-то дозированном, то оно входит в культуру, входит в культуру. А если, конечно, это, то просто разрушает. Вот это же я помню, когда я записывал, да, ну многие же слова непонятные, ну что, мазуры, мазурчики, ну это сваты, сваты, почему, почему, значит, вот в свадебном обряде, почему в свадебном обряде, и, кстати, это и в слове о полку, почему свадебный пир всегда уподобляется битве, битве святого на Паишево, а сами полегуша за землю русскую, как говорится в слове о полку. Это вот изначальное, это вот изначально глубочайшие два, два человека разных этих, они не могут сходиться и составлять нечто бесконфликтом, без каких-то этих, потому что, потому-то в свадебном обряде всё так жёстко, вплоть до того, что сваты врагами там называются, а на следующий день, когда вот это свадебный пир, свадебное вот это представление всё восхитительно такое, оно в качестве уже иронии на следующий день, то там пушки почему-то были, вот кабаками это стреляли, понимаете, вот, казалось бы, а в песне это сохраняется, вот это воззрение, вот помню папа напевал «Полюбила Патруся», «Полюбила Патруся», казаться бояться, «Ой, лихан не Патрусь», «Белылычка, чёрный ось». Вот мне нравится «Из-за горы Камяное головы летают, я ещё и роскочины знала, а лета минают». Вот такой философской, в песне присутствует такое осмысление себя в этой жизни, в этой жизни. Быстротечности жизни, это трагития всегда. Поэтому, ну, обычно, как вот нейтрализует вот эта народная творчество? Два притопа, три прихлопа, это выдаётся за народность. Поэтому всегда выдаётся за народность, это такое чудаковатое, нечто несуразное. Ну, не так это всё, давно это. У нас же какие были исследователи во второй половине XIX века? «А вот интересно, а Маруся пшениченьку жала, а Маруся пшениченьку жала, а Маруся пшениченьку жала, сюди-туди, ось, куди пшениченьку жала, из-за моря зілля забажала, из-за моря зілля забажала, из-за моря зілля забажала сюди. Это вот известная песня «За туманом». Да, да, да. Из-за зилья забожала. То есть чего она захотела, забожала, чего она захотела. Зилья – это же гильце свадебное, дерево. Я-то думал, когда разбирал, думал, зилья – это отрава какая-то. Да, думал, может, этот. А нарушничок станет, это же когда венчаются, то становится нарушник, на единый рушник. Вот я не знаю, может быть, вот эти песни, которые нам удалось, мне, другим фольклористам записать, может, это будет основа для какой-то последующей жизни. Мы же не можем предсказать, что вот этот… Даже иногда я так думаю, ну да, так тяжело стало, нравственно жить тяжело, интеллектуально стало жить тяжело. Но я же думаю, господи, ну а как же нашим дедам? Вот, ведь смотри, смотри, Илюш, значит, мой дедушка по отцовской линии, Ткаченко Ефим Семёнович, значит, 1870-го года, 870-го, а бабушка Дарья Илларионовна, бутурлина в девичестве, 75-го года. Они ровесники всем творцам революции того периода. Папа 21-го, а я 50-й год, всего лишь третье поколение. Это же близко, это же близко. И когда я начал размышлять вот о судьбе, скажи, деда, ну на Урал, вот высланный на Урал в 29-м году, где сгинули, где сгинули, вот, и я думаю, а они думали, что это возможно, вот такое. Не думали. И даже дедушка не сориентировался, как я пришёл к Юду, не сориентировался, что надо было вступать в колхоз. Видишь, что жизнь идёт, вал идёт, ну иначе сомнёт. Многие вступили, ну да, скудная жизнь, ну живые остались. Вот, а они поехали, и потом я, слышь, смотрю сейчас, значит, в 70-е году дедушка родился, в 32-м умер, когда бабушка утонула в болоте, там погибла, да, 60 лет всего лишь, 14 детей. Посчитай, 14 детей, у них было старшее поколение детей, эти остались, а те-то уехали, и папа мой в том числе, один из последних, уехали туда, туда. И вот теперь лукавцы, для того, чтобы осмыслить всё, мы уже, старое поколение, уже ловиться на это нельзя. Значит, ну что можно сделать в такой ситуации? Ну вот, выходила у меня первая афганская книжка в Екатеринбурге, «Слово о марварской роте», и там афганцы, и офицеры запаса общества пригласили. Я говорю, «Ну, приедь на презентацию, четыре дня ехать, да это ж как…» А потом думаю, «Господи, я ж там никогда не побываю, может быть так». Туда, где деды сгинули, и вот это привёз оттуда землицы, и сделал могилу на кладбище на Станичном. Всё, не надо теперь. А вот там была несправедливость 70 лет, давайте туда. Ну, в послевоенное время кто кого, в кутузку какую-то. Была жесть какая была, она же не могла быть, как на Западе. Разрушена была опять гражданскую войну и великое отечество разрушено. Откуда же оно что возьмётся? И так же всё-таки сформировалось какое-то общество настоящее. Вот это единственное, что можно сделать. А если мы только начинаем, он целые трактаты высылает мне. Опять, значит, вот там была несправедливость, вот там… Во-первых, неглубоко знают. Всё это гораздо сложнее. Жизнь XX века, она вписывается в общее движение России. Если мы вот это XX век не разберём, а пока биографии мировоззрительной нет, и в этом грех нашей интеллигенции и всего, мне не надо вот эти идеологические шары катать, догматы. На метафизическом уровне должно быть всё, и тогда будет понятно, куда нам двигаться. Если этого нет, ну как же ж. Вот. Ну вот так, Илюшин. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok